Вы паралитичный человек? Нет. А скажите, а когда у нас, у нормалиста, остаться в своем умении, в то же время... Никак. Жизнь вас рано или поздно поставит в такие условия, что надо занимать чью-то сторону. Меня выращивали коммунисты, воспитывали коммунисты, несмотря на то, что я барыга и достаточно нехороший человек. Я придерживаю сугубо левых. Есть у нас такой, Никита Сергеевич Михалков, который в художественном фильме «Предстояние», снимая свою дочку, в которой проклятые большевики в пионерском лагере пристают и говорят, твой папа враг народа, отрекись от него. А она говорит, а что я буду отрекаться? Он говорит, мой папа, идите все нафиг. Война, немцы, все понятно, большевики опять-таки. А вот теперь нет никаких большевиков, нет никаких немцев, а мне предлагают отречься от моего папы, потому что мой папа был коммунист. А с какого перепугу я должен от своего папы отрекаться? Вы кто такие? Чем вы лучше, чем мой отец? Он меня ничему плохому не учил. И в школе меня ничему плохому не учили, и в пионерском отряде ничему плохому не учили. И комсомольцам я был, меня тоже ничему плохому не учили. А вы чему теперь учите детей? И как? Какую сторону занимать? Вот вы сволочи и негодяи, а это были приличные люди. И что? Их надо предать? Вот на Украину можно посмотреть. Там же все предали, продали. И что получилось? Немцев, обращаю ваше внимание, нет, никто у границы не стоит, и никто никаких нападений не готовит. А вот в мирное время вообще без повода какого бы то ни было убиваете людей, и что я? Не должен занимать никакой стороны. Так не бывает. Не сможете вы в стороне остаться никогда. Оно рано или поздно сведется к тому, что вы будете вынуждены занять стороны. И надо занять правильно. Возвращаясь к тем же большевикам. Большевики все время говорили, когда я был маленький, что те, кто при царе родился, вырос, они все плохие, неправильные. Вот когда они все передохнут, наступит счастье. Пока был маленький, ну это как-то кажется разумным. Теперь нам то же самое рассказывают про тупых совков. Когда тупые совки передохнут, наступит коммунистическое, а демократическое счастье. Поскольку я сам тупой совок, то мне как-то странно. Во-первых, я воспитываю своих детей. Например, не разговорами, а собственным примером. Разговорами тоже. Но в определенных жизненных обстоятельствах я поступаю только так, как меня учили мои родители и наставники. Ребенок, он как маркышка, смотрит на тебя, делает то же самое. И что? Как они умрут-то, если то, что у нас, мы передаем детям, и дети вырастают точно такие.